Чемпионат Европы по легкой атлетике, который проходил в Стамбуле, собрал лучших спортсменов из девяти стран. В сборной России традиционно были представлены сильные ребята. Например, Алина Хохлова уже двукратная чемпионка мира, а ее родная сестра Регина двукратный серебряный призер мировых первенств. На Европе у соперниц было мало шансов прервать эту серию. Разумеется, девчонки взяли золото и серебро в спортивной ходьбе на 3000 метров, а Регине даже удалось занять второе место еще и в беговой дисциплине на аналогичной дистанции. Причем и забег, и заход проходили в один день с разницей в три часа. Алина перебила в ходьбе свой же мировой рекорд. Ее отметил тех делегат с Голландии. И она была единственной, кто установил на этих соревнованиях мировой рекорд. В прошлом году во Франции было два мировых рекорда. Прыгун в шестом с Норвегии тоже установил. Но здесь Алина получилась так, что была единственной. И за это ее еще наградили лучшей спортсменкой соревнований. Наряду с нашими девушками отличились Александр Суринов и Алексей Копаев. Алексей смог отличиться сразу в двух дисциплинах. Он взял серебро в прыжках в длину, установив рекорд России, и две бронзы в беге на 60 метров и эстафете. Суринов стал чемпионом Европы по спортивной ходьбе на дистанции 3000 метров. Впечатления были хорошие. Готовился я, долго к этому шел. Результат, конечно, в Турции показал не очень хороший, не личный рекорд. Не смог пройти по личному. Но я знаю теперь, над чем работать. Выдающиеся результаты наших легкоатлетов стали не единственным поводом для пресс-конференции. Накануне завершился чемпионат России по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, где за медали боролись представители 22 регионов. Наш опытнейший Алексей Воронов и молодой, но очень перспективный Иван Никоев сумели взять награды. Воронов в финале уверенно поборол спортсмена из Татарстана со счетом 8-0 и взял лавры чемпиона страны в весе до 63 килограммов. А Никоеву в весе до 72 совсем немного не хватило до золота. В финале его одарил москвич со счетом 4-1. Так-то он и не проиграл. Вел, осталось 30 секунд. Просто там у него нарушение было. За трикосы цепился. И вот дали предупреждение. А так, ну, Алеша, он уже у нас опытный стал. Так, уже чемпион мира действующий. Он наглого сильнее всех. Никому никаких шансов не дал. Ни судям, ни соперникам. Теперь наши борцы будут готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в белорусском Гомеле. А легкоатлеты отправятся в далекий австралийский Брисбон на мировые игры. Будем надеяться, что их победная поступь продолжится и там. Никита Борискин, Евгений Фролкин. Народные новости. Никита Борискин, Евгений Фролкин.